В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии я, ее ведущий, Александр Гурарье. Предрождественская Финляндия получила рождественский подарок. Страну возглавит новый премьер-министр, которой стала молодая Санна Марин. 34 года новому премьер-министру в Финляндии. На связи с нашей студией из Финляндии наш коллега-журналист, тележурналист Владимир Картонин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Шалом из Финляндии. Владимир, скажите, пожалуйста, как вообще такая вот, ну, юная, молодая, красивая и вдруг премьер-министр? То есть, ну, не страшно ли вообще? Как получилось, что она возглавила в страну? У вас же многопартийная система. Да, ну, наверное, такое бывает часто в истории, в политической истории разных государств, там, Англии и, может быть, вашей страны. Я не знаю, как бы сказать абсолютно точно и подробно. Но, во всяком случае, вот этому избранию нового премьер-министра предшествовал большой политический и экономический кризис. Здесь много дней вышла в забастовку почта Финляндии, которая принадлежит государству, да, вот эта организация. 700 работников, сортировщиков, которые, значит, неожиданно для себя узнали, что они насильно переведены в другой профсоюз и у них зарплата уменьшилась на 30%, просто отказались от своей работы и ушли в такую глубокую забастовку. А почта для Финляндии, она очень важна. Финны сами по себе, можно сказать, такие консерваторы, да, вот, они любят пользоваться почтовой связью, открытки, документы, посылочки. Ну, мы понимаем, что в современном мире все-таки на одном интернете не уедешь, да, потому что ему нужна еще материальная доставка, там, грузов, посылок и так далее в андероли. Вот, а завтрашнего дня, ну, как бы это было преддверие такого большого экономического кризиса и завтра еще там 100 тысяч выходят в забастовку, там, большой персонал тоже работников, связанный, по-моему, со сферой обслуживания. Вот, поэтому премьер-министр, вот, предыдущий до Санна-Марии, он, к сожалению, был вовлечен вот в какие-то интриги, он раньше был профсоюзным активистом, и он, как бы, вел себя, значит, на две стороны, как бы, разделился. Он вел переговоры с профсоюзами и там пытался получить какие-то преференции, какие-то дополнительные возможности. Вот, и в то же время, значит, проталкивал какую-то свою там государственную экономическую точку зрения. Ну, и, короче говоря, к нему просто такой образовался вотум недоверия, да, почему? Потому что он во многих выступлениях не сообщил такой настоящей, как бы сказать, правды, вот той обстановки, которая складывалась во время забастовки. И ему вот эти коалиционные партии, сейчас, значит, правительство состоит из пяти коалиционных партий, выразили недоверие, да, вот, и пришлось, как бы, коалицию сохранили, а новый премьер-министр взошел на свой руководящий пост. Но это оказалось, как сейчас говорит история, статистика самая молодая премьер-министра вот во всем мире. Владимир, ну я вас слушаю, знаете, с такой неподдельной завистью. Дело в том, что у нас в Израиле вот уже сейчас будут третьи выборы подряд, да, и вот сам факт того, что премьер-министр ушел в отставку из-за забастовки работников почты, для нас это настолько дико, да. То есть на нашего премьер-министра уже чего-то тут только не повесили, у него там три уголовных дела, там, и он, как бы, в общем-то, пока что не собирается в отставку. А у вас вот из-за такой, ну, может быть, это обидно звучит, но на наш взгляд это, в общем-то, мелочь. Из-за такой мелочи премьер уходит в отставку. Были прецеденты подобные или это тоже впервые в истории Финляндии? Вы знаете, я такой не очень большой, как бы, эксперт в этих вопросах, да, вот, политической жизни, истории Финляндии, но, во всяком случае, мы можем сказать точно, и вы с этим согласитесь, что все-таки Финляндия, как бы, современное государство, да, совсем недавно отпраздновало свое столетие, да, был большой юбилей. И в этом году, буквально 6 декабря, вот, несколько дней назад, три дня назад, был большой праздник, 102-я годовщина, и президент Саули Ниниста принимал у себя в дворце, вот, многих-многих почетных гостей, почетных граждан Финляндии. И, ну, а Израиль, он отпраздновал какую годовщину? Он тоже совсем недавно отпраздновал свою, такую большую юбилейную годовщину 70-летия, так же ведь? Ну, мы-то считаем, что у нас там уже 5000 лет, как бы, поэтому у нас, у нас другая шкала вообще, мы в других единицах измерения меряем. Я понял. Ну, короче говоря, значит, политические интриги, вот, они... До добра не доведут. До добра не доведут, да, и они быстро меняют тоже ситуацию. Ну, что я могу сказать? Мы, во всяком случае, вы знаете, что финны, они же такие люди, как сказать, немножко флегматичные, да, вот, народ северный, да, стараются свои эмоции не показывать. Но, во всяком случае, никто, как бы сказать, не радуется, не хлопает в ладоши. Почему? Потому что вот эта совсем молодая 34-летняя женщина Санна Марин, вот, она тоже, можно сказать, такая темная лошадка. Почему? Потому что она воспитывалась совершенно уже, как бы сказать, в новой атмосфере, в такой либеральной. У нее папа и мама, это две женщины, да, или, как сейчас в Финляндии, стараются узаконить, чтобы говорить родитель номер один и родитель номер два. Вот, она антиизраильских взглядов, да, и вот, и как она повлияет тоже на сферу торговли и сотрудничества с Израилем, может быть, как раз в негативную сторону все это будет. Вот, поэтому каких-то особых предвосхищений у нас нет. То есть финны уверены, что они, так сказать, на их жизни, на их благосостояние вот эта смена руководства правительством сильно не скажется? Нет, я думаю, финны не питают никакой особой иллюзией, особой надеждой, да, они, значит, у нас, допустим, мы знали, что до этого премьер-министр Сиппила, да, он был таких консервативных взглядов христианских, он сам был такой глубоко верующий человек, очень честный, он показал себя как очень честный человек, справедливый, и в плане его жизни бизнес, жизни, да, вот он очень богатый человек, предприниматель, и также в плане семейной жизни он показал себя очень честным, порядочным человеком, вот. И вот, и когда он стал премьер-министром, по-моему, он отказался от заработной платы, вот, от своей, потому что бизнес ему давал необходимые все доходы и финансы. И он старался провести реформы экономические, и на самом деле эти экономические реформы, они залатали многие бреши в плане долгов Финляндии перед Евросоюзом, перед мировым вот этим торговым банком там и так далее, так далее. И ремонт дорог, и, как бы сказать, в социальном отношении, в экономическом, начался подъем. Но там было тоже таких ряд жестких экономических мер, да, которые часть населения восприняла негативно. И, ну, в результате вот этих выборов, короче говоря, социал-демократы вышли на первое место, и их руководитель, да, вот, Анти Ринне, он стал премьер-министром и сменил вот этого Сиппила, да, вот, который сделал какой-то толчок. А Анти Ринне, он когда стал премьер-министром, он забыл все свои обещания, он там обещал на 100 евро поднять, значит, стипендии студентам, там, и больным, там, и инвалидам. Он все это обещал, обещал, там, кидался сотен евро, значит, и, в результате, ничего он это не сделал, но что он сделал, он значительно сразу же увеличил свой кабинет, там, ввел несколько заместителей, помощников и так далее, и так далее. И значительно увеличил себе уровень заработной платы, да, там, десятки тысяч евро, короче говоря. Но это, по-моему, сейчас мировая тенденция, да, все руководители... Да, 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 этим сложно удивить вообще, к сожалению. Владимир, скажите, пожалуйста, сейчас наступает, так сказать, предрождественская пора, точнее, она уже наступила. Как вообще в Финляндии готовятся к встрече Рождества? Есть ли какие-то изменения, нет ли каких-то, ну, скажем, как во многих странах Центральной Европы, опасений и возможных предостережений относительно терактов? Ну, я хочу сказать, что вот буквально вчера, в воскресенье, мы с супругой посетили Сенатскую площадь, это главная центральная площадь города Хельсинки, потому что там расположен главный рождественский рынок, базар, и Санта-Клаус там ходит, детишек поздравляет, угощает, фотографируется вместе с ними, и там разные там буфетики, и ресторанчики, и много-много киосков с народными промыслами. В общем-то, хорошая такая рождественская атмосфера для финнов Рождество и праздник Юханус, то есть Ивана Купала летом, да, то есть это ровно шесть месяцев диаметрально противоположные два праздника рождения Ивана Крестителя и рождения Иисуса Христа, вот, они считаются для них самые важные, самые главные, самые любимые, самые такие отмечаемые, вот, и, значит, ну, есть вот такое хорошее рождественское настроение, но, конечно же, мы заметили, потому что мы каждый год посещаем этот рождественский праздник, что количество полицейских и специальной охраны, вот такие охранники стало намного-намного больше, около каждого киоска практически стоит какой-то охранник, внимательно смотрит налево-направо, вот, потому что случай террористических актов, мы знаем, в Европе в предрождественское время, оно возрастает, и здесь, в Финляндии, тоже были террористические акты, правда, это не связано было с Рождеством, а это просто было нападение, вот, одного террориста в городе Турку, где пострадало много людей и погибла молодая женщина, вот, так что есть и Рождество, и рождественское настроение, но есть тоже, как бы сказать, и такая повышенная бдительность и охрана всех этих праздничных рождественских мероприятий. Владимир, спасибо большое, мы желаем вам счастливого Рождества, вам и всей Финляндии, и оставайтесь с нами, выходите почаще на связь. Спасибо, спасибо большое, дорогие друзья, программа «Тема дня» прощается с вами, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова